итак ребят ладно давайте начнем всем привет добро пожаловать ну и собственно у нас сегодня можно сказать последний дополнительный эпизод так как вот это является визуальной даже не визуально просто новелкой парочку картинок на заднем плане где мы узнаем ой какие интересные события что происходит между джимаре накислики кура накислики так что это потом а сейчас давайте закончим с этим эпизодом можно сказать мы уже вышли на финишную прямую почти закончили эту долгую игру ну что ж вперед так в начале марта 1207 года по саптянскому календарю генерал генерал аурелия который когда-то объединила армию провинциальную армию и командовала армии бейсланда во время великой войны она продолжила работать в качестве директора для филиала академии торс и в один день когда она читала какую-то документацию корочки документ так ну филиал академии торс кабинет директора настало время перерыва да уж никогда не думала что продолжу работать в качестве директора этой академии на протяжении столько времени когда меня назначили здесь учитывая будущее ситуацию на континенте существование филиала действительно очень важное да и вообще я как никогда не собиралась возвращаться обратно в армию я должна продолжать усердно работать в качестве директора для того чтобы поддерживать госпожу Милвина это музей, если что пересмотр образовательной системы основной школы торс и возобновление клубной активности и отдельности да уж в основной школе происходит изменение это означает что филиал тоже будет соответствующим образом меняться в дополнение к переезду и расширению профессорского преподавательского совета и персонала также больше учеников будут поступать здесь ну на данный момент кажется что мы продолжим еще проводить здесь занятия по изучению искусства мы должны продолжать тесно сотрудничать с инструктором мэрии и основным кампусом не только в отношении занятий но и в отношении клубных мероприятий а кстати я слышал что она вернулась домой к родителям на каникулы общаться с ней насчет романтики было действительно довольно интересно кстати это из предыдущей игры прощальная вечеринка перед началом кампании юмор юр мургант операции юр мургант пульс присутствовал тогда как раз тоже кстати говоря дьяволе это я в чем дело понятно ситуация понятная да звучит не очень интересно но и понятно происходит ладно еще посмотрим как бывшая резиденция графа сент-арка от хим почему бывшие короче не бывшие а нынешние там старая именно или имеется ввиду старый город скорее всего то как странно мэри еще раз извиняюсь что позвал тебя так неожиданно в такое напряжное время года похоже вы взять себе отпуск от работы приходится трудно да не волнуйтесь я уже сделала все свои обязанности на самом деле я очень благодарна за то что имею несколько немного времени отдохнуть итак пап чем дело о чем-то хотел поговорить ну я рад слышать что с работой все хорошо ладно думаю нет нужды ходить вокруг да около перейду сразу к делу в каких отношениях ты с тем мужчиной парнем скорее ты имеешь ввиду макаров сан да он не дворян в искусстве он тоже кажется особо не разбирается и вообще кажется довольно ленивым парнем и во время войны я слышал что вы двое встречаетесь тогда это было всего лишь телефонный звонок но но на протяжении всего нашего разговора мужского я почувствовал что он человек так сказать твердым сердцем что он является вторым учеником профессора шмидта так же повышает его оценку в моих глазах но прошло уже полгода и чем за последнее время он вообще занимался ты я слышал что после всего этого он все еще даже предложение тебе не сделал да ну вот разве не приходит он не приходил сюда чтобы объяснить причину да сразу после войны он действительно при приходил как исследователь я пока еще не смог убедить профессора шмидта своих достижениях поэтому до тех пор я буду как бы сказать чувствовать себя не до конца достойным человеком но когда я это сделаю я точно хочу быть с мэри поэтому я хочу попросить пожалуйста дать мне еще немного времени он был довольно настойчивым и честно говоря его слова действительно меня убедили но вот я жду с тех пор и до сих пор ничего не слышу от него и хоть он хочет добиться своих результатов как исследователь он всего лишь учитель в основной школе но просто у него все идет своим чередом так сказать даже если ты отец будешь это отрицать и и и и и ну вообща то причина по которой позвал тебя сида это не для этого разговора у мэри я собираюсь устроить тебе свадьбу вслепую че под подожди в смысле ну я знаю что тебе после по-прежнему нравится тот мужчина но я вижу что ты уже довольно долго ждешь и уже сама не знаешь как все обернется и это даже не слышала это за результаты которым он пытается добиться верно ну да я действительно не знаю ничего конкретного но все равно я в любом случае как твой отец я не могу просто закрыть глаза на эту ситуацию и благодаря моим связям тут есть люди которые обратились ко мной как ко мне касательно брака и если честно если откажусь от определенного предложения это повредит нашей семье короче дата назначена на завтра ты же согласна верно я не думаю что могу отказать когда ты это говоришь так но завтра это слишком скоро не пойми неправильно я не хочу конечно заставлять тебя соглашаться на брак который ты не хочешь но все же это еще одно испытание которые тебе нужно преодолеть этот человек он с нетерпением ждет ждет на самом деле этого насчет что касательно его личности и происхождение у меня вообще никаких претензий нету ну короче это все что я хотел сказать теперь отдыхай и готовься к завтрашнему дню не понимаю будет просто встречи пока что если получится то будет брак пап мы еще не закончили разговор я сказал что закончили ладно прошу простить эпизод один шаг вперед тот же вечер понятно понятно из-за меня у тебя неприятности нет обо мне не нужно беспокоиться может похоже мой отец все-таки будет уважать мой конечный выбор вот как я рад слышать это конечно ну а ты действительно выглядишь обеспокоенный верно ну больше чем немного но мне действительно очень жаль что так случилось прости что я такой ненадежный нет дело не в том что ты макаров сан ненадежный я знаю что ты стараешься изо всех сил много работать чтобы добиться тех результатов которые ты ищешь я знаю что я довольно скучный и упрямый но пока этого не сделаю я не смогу стать достойным человеком я второй ученик и когда я закончил учебу я единственный кто не смог подготовить свой выпускной проект поэтому как я могу дальше быть вторым учеником слушайте ребят ну как мы знаем он потом сделает этот проект проект тири финг который мы увидим потом понятно чем закончится нужно дальше чем не читать читаем что я то время как третий ученик джордж и четвертая ученица и то действительно показывают хорошие конкретные результаты и это действительно меня расстраивает макаров сан сегодня как я понимаю ты работаешь в исследовательском здании филиала академии тоже да да хорошее место для проведения экспериментов во втором филиале во втором филиале академии ну само собой в основной школе там типировка на оборудование на голову выше но зато тут есть профессор понятно однако результат который ты пытаешься добиться все равно придется еще какое-то время держать в секрете да да прости но действительно очень жаль что я не могу раскрывать ничего о своих исследованиях пока они не будут завершены но как только он примет мою работу я обязательно покажу тебе результаты и еще когда это случится я с радостью снова встречусь с твоими родителями ну это мой отец спешит я то не спешу поэтому не торопись ну что ж ладно уже поздно думаю на этом здесь закончим ну быть настойчивым это конечно хорошо но не грузи себя слишком сильно ну завтра у меня только один урок поэтому я собираюсь не спать всю ночь но я постараюсь изо всех сил не переусердствовать ну до встречи макаров сан сказать похоже он полностью погружен в свои исследования но я знаю что ему все равно не безразличная я хотя я хочу больше вот эх если бы он только сказал я помчу сейчас к тебе как только смогу эх нет наоборот это доказывает то насколько он сильно мне доверяет так завтра мне придется найти способ отказать этому другому мужчине но чтобы это не выглядело грубо и и вот настал день встречи сватаство было организовано непосредственно это маркизам я рамсам главой провинции Сазерленд и парень за которого хотели выдать замуж мэрии был неожиданным человеком так особняк маркиза ярмса серьезно да бригадир генерал вольс стоп не сейчас вы же просто генералу вольс беспокойтесь об этом да госпожа мэри мы с вами не виделись со времен вечеринки во время великой войны да спасибо вам за все что вы сделали но это случаем не является какой-либо ошибкой и там я не знаю эй мэри за грубость ваше превосходительство генерал вольс прошу прощения за грубость моей дочери да нет ем ее удивление можно понять в конце концов генерал вольс ем один из самых выдающихся известных эластиков с азерленде и он никогда не проявлял интереса к подобным вещам и хотя и ранее устраивались встречи с предполагаемыми возможными будущими женами он ни разу не соглашался до сих пор да и это первый раз когда я согласился зайти уже так далеко а стоп он не соглашался даже встречаться с ним получается но это просто потому что я не нашел ту с кем хотел бы развить отношения однако после прошлой встречи с вами госпожа мэри и тем разговором я что-то начал чувствовать внутри поэтому мужчина когда мне об этом сказали в этой встрече я просто не смог отказаться генерал вольс вы меня а что ж до меня действительно рад что моя дочь так вам понравилось генерал ну я слышал что генерал уольс получил несколько любовных советов от генерала аурели на той вечеринке учитывая что она знала кому я испытываю чувства на самом деле ну она так сделала да уж ну что ж в таком случае милорд маркиз давайте продолжим разговор да согласен я думаю что нам нам стоит оставить их наедине пока что а самим пойти и пообщаться наедине так что генерал госпожа мэри и пожалуйста проведите хорошо остаток времени а а алтхейм и бардис это два две из самых известных семей с азерленде поэтому поэтому для меня будет большая встреча это большая честь для меня будет большая честь то что я смог стать последником между вами господи ну и действительно жду с нетерпением хороших результатов я постараюсь сделать все возможное ну да ну а ты думаешь он не выдержит и раз что нибудь сделает понимаешь что ауреля потом ему отрежет что-нибудь за такое недостойное поведение да в конце концов сент-арк действительно такой прекрасный город город я слышал что одной из причин почему этот неловый город такой прекрасный и не заброшенный из-за того что раньше здесь была столица которую перенесли привет а еще когда еще темные века вернулся принц искусство в империи тоже перетерпела серьезные изменения это верно люди как-то более мотивированные были заниматься искусством более теплым южном климате как здесь произведение искусства и техники техника той эпохи на самом деле была подарена семье в вашей семье это тоже ведь касается да генерал ну семья бардис действительно помогала во время войны львов и мы в результате получили очень много подарков потом но на самом деле я человек который можно сказать даже держим немного искусством и музыкой и на самом деле я давненько хотел обсудить с вами эти вещи так как вы же учительница музыки вот она как ну для меня честь это слышать давайте я возьму что-нибудь выпить возможно мы могли бы поговорить вон на скамейке потом да удовольствие приятно попробовать что-то другое кроме кофе я же и сок понятно значит вы не можете видеть это таким образом это просто мое мнение но я действительно очень впечатлена вашими познаниями в искусство в искусстве генерал ну конечно же я бы никогда бы не посмел сравнить себя с учителя учительница и подобно вам госпожа мэри да ничего подобного но я никогда не думала что обсуждать искусство с вами будет настолько захватывающе возможно возможно вы так же беседовали касательно этих тем с генералом и аурелия но да не с ней мы беседовали хотя прошло много времени с нашего последнего разговора и кстати госпожа мэри я извиняюсь за столь неожиданный визит я слушал что вы даже не знали что именно я приду да нет это меня простите что я кажусь такой ошеломленный вот сейчас я думаю что немного смогла успокоиться и каким то образом я думаю наконец-то смогла лучше понять ваше намерение и ребят вы чувствуете в этом диалоге вот что-то тяжелое вот что-то что прямо душит или только я из-за того что я читаю оригинал тип пытаюсь как-то передать в переводе но это довольно сложно я вам что-то давит что-то душит только ты отлично значит это хорошо каковы мои намерения я знаю что вы господин вольтс также советовались касательно романтических разговоров на ту вечеринке с аурелей госпожой аурели и я полагаю это для того чтобы вы хорошо показали себя передо мной и моим отцом и семьей да но вы не почувствовали что самого что с самого начала организование этой встречи будет для вас неразумной мне очень жаль что вы сами стянуты в дела внутренние дела семья алтхейма госпожа мэри мне кажется что вы все неправильно поняли неправильно поняла как я уже сказал я действительно был очарован вами и это именно является моей истинной намерение и я прекрасно знаю что также у вас есть любимый человек по имени марков марков макаров поэтому я знаю что может быть совершенно уместно с моей стороны такой говорить учитывая это но тем не менее как и господин на макаров я уже в том возрасте когда мне нужно серьезно задуматься о браке и даже если будет какое-то препятствие на моем пути дабы достичь этого не хочу преодолеть это особенно учитывая как мы хорошо поладили ранее вполне естественно что я хотел посмотреть как далеко я смогу зайти да но почему именно я ну все началось конечно с того что я спросил генерала аурелию порсоветова любви я действительно тогда еще был очарован вашей внешностью но не только и вашей искренностью мыслях по отношению к господину макаров а также я почувствовал некий гнев то бушует внутри меня из-за того что он заставляет вас ждать уже слишком долго понимая все это я осознал что я бы никогда бы не по не заставил вас испытывать подобные чувства которые вы сейчас испытываете сидя в ожидании я знаю что вы уже нашли себе спутника которым привязалось в ваше сердце я по идее не должен испытывать уже никаких чувств потому что они четно но мужчина я не хочу просто взять и отказываться от этого слушайте ничего себе он загнул хорош я прошу прощения я знаю что где-то внезапная ситуация возможно привела вас в замешательство вело вас в замешательство но я хотела бы еще раз уточнить подчеркнуть что мои чист мои чувства к вам не ложные вот как очень серьезно что ли скобках этой и мысли если вы все еще думаете что я не смог донести до вас мои искренние чувства тогда вам стоит взглянуть в вам стоит взглянуть на одно место который я хоть куда я хотел бы вас отвезти поэтому вы можете пройтись со мной еще немного эксклюзивный бутик албион грейд грейден гарден точнее грейден э? что это все значит? пацан к успеху идет если позволите я хотел бы вам дать кое-что что будет являться доказательством доказательством того насколько я искренне и в своих чувствах к вам эта проблема я как бы понимаю что у вас искренние чувства уже но все равно я люблю макарова сана как я уже говорил возможно все что я делаю это безполезно но позвольте мне заявить об этом ясно у меня такое чувство что в ваших отношениях с макаровым саном господин макаровым есть что-то нерешительное правда? да, но то что он говорит именно об этом ему и отец как раз беспокоится кажется вы сами это понимаете в таком случае это действительно значит что я не могу вступить господин вольс я понимаю что кольцо это было бы наверное слишком как сказать быстро поэтому взамен возьмите это так как это называется на русском еще узнать короче вольт подарил мэри красивый корсажу корсаж корсаж маргарет маргарет язык маргарет язык на котором говорят язык на котором маргарет говорят со своими цветами это язык дающей любви вот что я испытываю по отношению к вам ну вот нярка она так и называется тоже на русском да просто я не в курсе насчет русского языка как правильно истинной любви настоящей любви я знаю что у нас дворян могут быть семейные проблемы но оставляя семью в сторону у меня также список больших достижений в различных боях и конечно в какой-то в каком-то смысле это все больше нужно для того чтобы убедить господина Алтхейма вашего отца что я достоин вас но как мужчина я уверен что смогу вас сделать счастливой так корсаж да все правильно спасибо нярк учитывая ситуацию сложившейся после войны дворян действительно ждут тяжелые времена но если вы и я будем вместе наши дома смогут поддерживать друг друга ну я конечно же не прошу вас принимать решение прямо сейчас я просто надеялся воспользоваться сегодняшней возможностью чтобы мы смогли лучше узнать друг друга и как будто не было я понимаю что просить вас принять решение прямо сегодня это было бы очень глупо с моей стороны так что как насчет того чтобы на сегодня мы на этом закончили и возможно мы смогли бы продолжить наш разговор завтра но пожалуйста хорошенько подумайте о том что вам действительно подходит ну что ж прошу простить меня жду с нетерпением благоприятного ответа завтра подумать только как все дошло до этого и что мне Макарова Сану сказать теперь господи Мэри я вот не понимаю что у нее проблема если она любит Макарова и он ее да он немного тормоз но ну и что за это ты его и любишь что тут решать пришел блин какой-то вольс и начал тут платки сказки рассказывать чё колеблется так подходящий партнер для меня да и мои истинные чувства он он учителем рина ну ну да рин повлиял на него же на следующий день по похоже вы оба вчера провели довольно продуктивный день учитывая что вы захотели обсудить будущее сегодня и сейчас значит ли это что-то решилось с ответом госпожа мэри вы действительно готовы сейчас дать мне свой ответ да я действительно очень серьезно обдумала все всю ночь я искренне благодарна и тронута вашими чувствами господин вольс однако я к сожалению не могу принять это предложение о браке ты уверена в этом могу я спросить причину причина не что иное не не что причина одна я люблю макара васана вот и все любишь его любите его да я не хочу показаться грубым но но настоящая ли это любовь мучерон десу господи конечно же да да прямо эту фразу передач в переводе довольно сложно ну тогда я бы хотел бы услышать ваши мысли об этом у вас истинные чувства если мне придется сдаться я хочу чтобы вы дали мне хотя бы убедительный ответ но честно говоря я не знаю как это объяснить словами может для начала стоит рассказать о том как мы с макаровым саном познакомились да о это хорошие возможности для меня услышать эту историю ребят ну мы уже точнее я уже в курсе те кто играли в первую часть из этих там плюс минус когда я впервые впервые переехала в основную академию торс я я по сути была девочкой которая всю жизнь жила в большой но те нет в большой но пустой коробке поэтому мое сердце было наполнено тревогой когда я вышла наружу я совершала много ошибок и доставляла много неприятностей окружающим меня людям и не то чтобы макаров сан был особо дружелюбен ко мне на самом деле я помню что сначала я его очень даже боялась но после того как мы пообщались с ним несколько раз я начал привыкать к к нему каким он есть на первый взгляд он оказался таким нерешительным и возможно он та еще заноза в заднице для некоторых но на самом деле я быстро поняла что он был тем кто больше всего приглядывал и заботился обо мне и дал мне дал мне дал мне довольно непринужденный совет давал мне непринужденные советы и и само собой это касалось не только меня я не была каким-то особенным но именно тогда я начал уважать его не так также очень понравилось наблюдать за его дружескими отношениями с племянницей инсан и после того как мы прошли гражданскую войну два года назад мои чувства начали укрепляться и превращаться в нечто большее чем просто уважение к нему блин знаете ребят мне довольно приятно читать эти фразы они прямо такие красивые местами я не знаю как это объяснить но реально текст прямо очень приятно читать тут особенно когда говорит мэри я влюбился что ли ладно вернемся к переводу понятно почему именно он отец тебя беспокоит разница в статусе или разница в возрасте 10 лет когда человек испытывает такие чувства как я это не имеет значения ух я я еще очень молодая у меня мало опыта Говорить о настоящей любви Возможно, но Но чувство, что я испытываю действительно настоящие Нет, я хочу сделать их настоящими Поэтому мне действительно очень жаль Поэтому, пожалуйста, позвольте мне еще раз извиниться Понятно Ваши чувства к господину Макарову Безусловно, астинно Господин Мэри Ты действительно любишь этого мужчину После того, как мы услышали Это Мы ни за что не можем Ну Принять ваши истинные чувства Мэри Госпожа Мэри Пожалуйста, не стоит быть поспешным Со своими Поспешной Со своими Выводами Этот голос А, наконец-то пришла Граф Алтхейм Маркиз Хайармс Прошу прощения за внезапный визит Я слышал, что сегодня Тут Обсуждается Подложение Руки и сердца Короче, Аурелия пришла Тут все уладить Поэтому я пришла Предложить вам Свою поддержку Свою помощь Поддержку Значит Вы Согласны С этим браком? Верно Эй Госпожа Мэри Я, конечно Верю, что ваши Чувства Искренние Но Да Основная проблема Сейчас является Макаров Господин Макаров Госпожа Мэри Я понимаю Ваши чувства Но, возможно Они Односторонние Так Что-то Внезапно Ситуа Фу Настроение Начало Накаляться Нет Это не так Макаров Сам Наверняка Думает Обо мне Убит Меня Я слышал Что вы Двое Последнее время Вообще Не виделись И слышал О том Что Он По сути Заперся В Ангаре Второй Филиала Академии И оставил Вас Совершенно Одну Ну Это Ну а Астер Он как раз Сейчас Доделывает Проект Тири Финг Ну Прямо Сейчас Макаров Сан Старается За всех сил Потому что Он должен Указать Результаты Ну да Значит Ты Точнее Вы не отрицаете Этва Я знаю Уольса С тех пор Как мы Учились В военной Академии Он Ни разу Меня Не предавал И не Игнорировал Как дворян Как воин И товарищ По оружию Он Всегда Продолжал Оправдывать Мои ожидания И поддерживал Меня Я уверен Что если Его преданность Будет Направлена На ту Кого Кого Он Любит Он Посвятит Себе Ей Целиком И Полностью Он Никогда Не оставит Ее Одну Он Никогда Не заставит Ее Ждать Он Всегда Будет Соответствовать Ее Ожиданиям Он Больше Подходит Чем Господин Макаров Я Я уверен Я уверен Что вы Тоже Чувствуете Что я Права Хоть Чуть Чуть Ну Знаете Такое Чувство Как будто Сейчас Выйдет А у Нас Тут Битая Камера Чтобы Вы Графиня Легуин Говорили Подобное Мэри Я Понимаю Твои Искренние Чувства Принимаю Но Все Же Я Хочу Чтобы Ты Обдумала Все Я Хочу Чтоб Ты Выбрала Кого-то Кто Будет Оставаться Рядом С тобой Как Твой Отец Это Мое Единственное Желание Отец И Чувства Изменились Но Что я Могу Сказать Макаров Сан Я Так Стоять Секунду Это Мой Долг И Ничей Другой Больше Оставаться Рядом С Мэри Сан Макаров Сан Мы Еле Успели Похоже Если Вы Чуть Чуть Опоздали То Все Бы Получилось Это Не 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 Хорошо Это Не Прекрасные Мехи Рядом Но Не Слухи Слухи и признание касательно моей дипломной работы официально еще не было объявлено так что пока что это не за распространяйтесь но теперь я наконец-то смогу быть рядом с тобой рука об руку сердце сердце короче рядом с тобой как полноценный достойный мужчина а карлсан достойный как же ты заговорил после того как так долго ты заставил ее ждать и вмешался тут в процесс сватаства да вы правы мне нет оправдания за это я также подумал что если я сегодня не приду сюда то тоже не буду достойным настоящим мужчиной ну честно говоря возможно я все еще не достойный но будь это и с исследованиями или с с нею мне свой предел однако она приняла меня таким какой я есть таким каким я был и мало того она сама готова сделать все что в ее силах мэри сан действительно очаровательна она замечательная женщина она является всем тем чем я не могу стать ну да вот почему я был в растерянности я не так уж и много знаю о женском сердце я понимаю что я наверное слишком стар чтобы быть с ней я действительно смогу сделать ее счастливой но после того как я услышал об этом сватастве я действительно минуту подумал что возможно это к лучшему че ну короче говоря я не был уверен в себе и то что я откладывал это решение касательно нее из-за типа своих результатов в исследовании было просто оправданием но сейчас я полон решимостью я решил хватит себя обманывать и хватит обманывать ее тоже генерал я не отдам ее вам или кому-либо другому насколько бы я не был подходящей для нее парой насколько неважно насколько вы двое может сочетаетесь друг с другом я не отдам ее чувства никому другому никогда макаров сан эй эх да я действительно вижу насколько ты серьезен все я сдаюсь видя как у тебя глаза горят сейчас понимаю что мне здесь места нет возможно ну мэри если ты согласна папа ну конечно же да ну это конечно все хорошо но это навлечет позор на всех тех кто к этому готовился поэтому надеюсь ты готов да так сказать чтобы ты предъявил доказательства своих слов эээ да я кстати тоже не против увидеть доказательства твоих слов полагаю никаких возражений нет граф алтхейм маркиз хай армс нет конечно нет ну что ж тогда посмотрим посмотрим бай то макаров дядя макаров давай будь мужиком мэри я все еще возможно неопытен незрелый в таких вещах я уверен что я наверное буду заставлять тебя в дальнейшем очень много беспокоиться обо мне но благодаря сильным чувствам что мы испытываем друг другу я уверен что мы сможем преодолеть все что будет у нас на пути ты незаменимый человек в моей жизни без которого я жить не смогу поэтому пожалуйста выходи за меня макаров сан да взаимно я буду рассчитывать на тебя я очень благодарна за ваше беспокойство ко мне и вы маркиз тоже я прошу прощения за доставлены вам неприятности ой да не обращайте внимание благодаря вам я увидел действительно нечто прекрасное ну знаю вас двоих рано или поздно в конце концов вы успокоились бы и жили бы уже вместе даже без этого да да кстати насчет вчерашнего пассажа воспринимайте это как подарок честь вашей истинной любви господин вольс вы вы с самого начала намеревались так поступить о ничего себе поступок ну кто знает и кстати госпожа госпожа ауреля вы действительно знаете как расшевелить людей в смысле ну вольс вообще-то мне меня попросил помочь с подготовлением к этому плану поэтому подумав я решила что будет интересно увидеть как вольс и госпожа мэри могут сойтись и если бы макаров не справился с тем что нужно было и не пришел бы сюда то и было бы готово да это был тот еще опыт да ты вы действительно невероятная женщина возможно это лишнее но возможно вы тоже господин смогли сделать шаг вперед ехе ну эхе хе хе вы действительно видите меня сквозь и че ну ребят Александр он понятно понятно тут все так в чем дело о чем разговор давай не лезь в чужой разговор Чужое дело Да ладно, что тут такого Ведь это из-за меня Вы двое смогли вообще быть вместе Ну это правда Минсан Это ты подтолкнула меня и Макару Асаны Несколько раз, не так ли? Думаю, не могу этого отрицать Но не могу отрицать, что ты доставила Много неприятностей Но было здорово, что ты была рядом Всегда пожалуйста Надеюсь, вы будете Точнее, надеюсь, дядя Ты будешь почаще честен с самим собой Ах, ты ж наглая Ну в таком случае Это лень для праздника Поэтому пожалуйста Сосавьте мне компанию на ужине Давайте Выпьем и поговорим о будущем Да, конечно Ну тогда пошли Да уж, люди Непредсказуемые существа Ну помимо госпожи Мэри Я не ожидал, что Макаров Проявит такой Дух Действительно Есть чему научиться Ну Кстати Кстати Так, Нинька Мы не занимались этим Ладно Устроим матч Гонку на лошадях Вы уверены? Вы уверены? Просто я не могу Не могу забыть А, стоп Это не гонка Короче Сражение на лошадях С этими длинными фиговинами Как называется Я правильно не знаю Это Короче Я не могу забыть О состязаниях На лошадях Которые у нас были В школе Когда мы учились И я все еще Имею очень много Сожалений о том Матч Который был Сложился неудачно А, там была ничья Турнир О, турнир Это другое Но По-моему есть какое-то Название определенное У этого типа Состязаний Но я забыл Блин, вот Крутится на языке Ладно Не важно Просто руководитель Команда По конному спорту Кто играл против В первокурсника Это было практически Проигрышем Я до сих пор Этого принять не могу Так, я проиграл Невероятная Первокурсница Присоединилась к нам Воль сейчас Говорит Кстати А что это за желание Которое ты хотела бы Чтобы я исполнил Если ты смогла бы Победить меня Блин, она ничего так Ну, не сказала бы Что это Хороший результат Учитывая Что я не победила Даже с ничьей Ну, однажды Я стану Великим генералом Что будет известно По всему миру И покажу Весь потенциал Своего меча Да, ребят Это моя молодая Аурелия Блин А можно Приквел Про молодую Аурелию А? Я не против Элиделси И если Богиня позволит Я хочу Чтобы Ты, сэмпай Был моим Моей правой рукой Какая носталгия Вспоминая Возможно Это было Началом Для меня Тогда Че-то ты Лыбишься Ой Че-то ты Смеешься Да нет Пусть подумала Что Была хорошая Возможность Для меня Ну что ж Тогда я Отвечу вам Всем Что в моих силах Я не позволю Чтобы Все кончилось Так же Когда Как И в студенческие Дни Вообще Это мои слова Если будем Сражаться То я держу Победу Уольс Барди Сенпай Опять Какие Воспоминания Слыши Это имя Но это мои слова Готовься Аурелия Легуин Все Конец Блин Вот еще По эпизодик Ними Ну ребят Как вам эпизод Мне очень понравился Прям такой душевный Прямо Скажем так Оставить этот эпизод Наконец Можно сказать Была хорошая идея Завершить на такой ноте Это прекрасно Ну в любом случае Мы закончили Все доп эпизоды Осталась Лишь Навелка Которую мы Почитаем завтра На следующем стриме Я не знаю Сколько это Время не займет Если хорошо Все пойдет То завтра Мы устроим Большой стрим И если я Выдержу До конца То хотелось бы Пройти все За один стрим Больше трех часов Бесперерывного перевода Я не выдержу Конечно Мы надеюсь За три часа Мы справимся Если нет То разделю На несколько стримов Так что Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует Продолжение следует